всем привет снова я в прямом эфире последний раз я выходила еще летом сейчас уже второй месяц осени welcome конечно же было совсем не до этого сейчас могу в принципе кратко рассказать о событиях которые произошли даже стол не пришлось 9 привет 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 пока не замерзну примерно расскажу что у нас происходит как это такой вот прям быстрый эксказ по новостям ну во первых как вы можете видеть по локации мы пока еще не переехали здесь действительно все дико сложно с жильем мы рассылаем просто миллионы заявок и на них ну даже не отвечают поэтому пока мы здесь завтра и послезавтра у нас два просмотра жилья поэтому держите за насколочки я надеюсь что хотя бы одно жилье выгорит здорово потому что наличие своего жилья она во первых стабилизирует как-то успокаивает да то есть какие-то моменты уже значит решены свое пространство свои там свой порядок свои правила и так далее вот что-то там с курицей там с курицей что хотелось искать ну в общем-то поэтому пока мы не переехали пока мы в подвешенном таком состоянии и очень хочется ну то есть у нас очень мало места хочется рабочее пространство хочется оборудовать уже фото видео-студию там где можно будет дальше снимать проекты передачи где макс можно монтировать да все вот эти выпуски и так далее поэтому у нас свои проекты тоже остановились том что тупо негде негде монтировать вот сейчас мы примерно придумали как можно попробовать оборудовать то пространство который у нас есть для монтажа вот но там дальше видно будет вот это короче что по германии плюс мы оформляемся сейчас уже как самозанятые то есть наконец-то могу официально работать германии будут официальные все документы и это тоже на руку чем больше у тебя официальный какой-то рабочий стаж германии тем больше всяких плюшек привилегий но в конечном итоге потом мы купим свое жилье а теперь переходим ко второй теме касательно своего жилья как вы знаете в москве у нас есть дом и до начала мобилизации у нас готовилась сделка по продаже этого дома для того чтобы там жилье продать здесь какую-то либо недвижимость купить либо у нас были несколько идеи как вложить так чтобы можно было заработать еще больше денег вот и с началом мобилизации просто вся страна встала естественно жилье никому нафиг не нужно элитное жилье упала на 40 процентов поэтому сейчас продавать дом невыгодно ну и непонятно выгодно ли будет когда-либо потом ну а как сегодня максим сказал что снова начинать все с нуля здесь это прям очень сильно эмоционально конечно впадает она втягивает в какую-то такую апатию вот поэтому да вот из таких вот новостей может быть кто-то еще видел в инстаграме я писала писала о том что у нас там с жильцами которые снимали наше жилье были огромные проблемы у нас каждый день добавляются все новые новые факторы все новые новые какие-то такие проблемы что просто вообще аж глаз дергается сейчас покупать выгодно да в россии сейчас покупать выгодно но кому нам нахрен нужно это жилье в россии вот если все стараются сбежать ну и мы уже давно уехали нам вообще в россии ловить нечего мы хотим просто от всего отделаться в россии и уже полностью перебраться в европу ну немножечко замерзла да хотя здесь так ну я не знаю плюс сколько а плюс 16 на такая уже осенняя прохлада все-таки октябрь а я на улице хотя мне кажется я никогда в октябре еще в легкой рубашке не сидела на улице вот скоро буду снова писать про жильцов как вы помните у нас в доме дом снимали несколько месяцев ребята там мама папа и двое детей вот они говорили что они вообще не пьют не курят что они такие все хорошие позаботиться о нашем доме как о своем как результат они раздолбали наш дом разбили нашу машину там все в бычках все короче они постоянно там с алкашкой ходили все короче весь дом настолько раздолбан что там везде санина там везде там просто такой же дом у нас очень такой с дизайнерским ремонтом вообще потрясающий классный дом и там там нет вот и мы до сих пор не можем с ними разобраться до сих пор мы не можем с ними с них выбить деньги хотя бы за последний месяц жизни вот то есть они как бы даже последние два месяца они не платили и просто это это какой-то очень сложно мы сейчас это все с адвокатами решаем вот но скорее всего будем добиваться всего справедливости через суд вот к слову там они оставили еще и свою кошку у нас в доме которые все обосрала обоссала забирать они изначально не хотели потом друг захотели короче черт их разбери в общем там проблем сейчас в россии выше крыши так да я сейчас в германии нахожусь где санина в москве в доме который мы сдавали жильцам которые писали что они потрясающие что они позаботятся о нашем доме как о своем будут за ним ухаживать и так далее в итоге там полная разруха там срач там везде бучки от сигарет там короче все в санье в сранье в каком-то но смысле на полном серьезе то есть допустим они всю комнату одну это моя мастерская вы наверняка помните что я рассказывала своей мастерской до показывала ее что это вот моя общая самая драгоценная волшебная комната вот они в ту комнату скидали всякий разный хлам вещи коробки и на трое суток закрыли там кошку без еды и без воды и без всего и это кошка просто засала и засрала там все плюс у них застал засрал все ребенок маленький в общем я не знаю как можно такими свиньями быть это просто пиздец в нашей машине которую мы им тоже сдавали которую они раздолбали всю в хлам то есть она не на ходу вот мы когда открыли нашли там биту в крови то есть прямо со следами использования потом запрещенные вещества короче куча хлама сранья какого-то они там видно было прям что они плевались в этой машине и так далее то есть там боже это это ужасно и на все это они ответили ну мы вам можем тысяч 30 дать то есть полностью раздолбанный дом раздолбанная веранда убитый газон химчистка полная уборка нам вышло 42 тысячи плюс химчистка еще 12 вот то есть итого получается 56 тысяч только для того чтобы за то чтобы убрать вот этот весь сранье только из дома которые они сделали вот плюс еще машину починить примерно 250 тысяч вот и вот это все они такие ну мы вам 1030 дадим как бы а если нет там как бы похер подавайте суд мы типа все равно сейчас из россии уезжаем да каким цыганам это как они сказали мы москвичи с московской пропиской ребят вот на биту садились очень может быть я очень сильно надеюсь вот так вот поэтому очень многие сложности такие сейчас но тем более то что мы сейчас не работаем в россии абсолютно нас денег с россии не идет нам еще нужно за ипотеку за дом платить у нас и жильцов получается ну они там больше не живут мы не можем до конца вытащить их вещи их всю всю сранину ну вот это вот все да то что они там насрали вот как бы мы получается их вещи сейчас в нашем доме они до сих пор не забрали ему получается не можем следующим жильцам издать эти вещи в смысле этот дом плюс там кошка еще в доме то есть они сначала вообще будут положили на эту кошку то есть вообще как бы они закрыли в комнате в доме на несколько дней когда она начала там просто мы даже не знали что она там она начала орать просто дурниной и соседи соседям пришлось выламывать окно чтобы эту кошку достать потому что ключи от дома у этих мудаков вот нет какой притон это у нас был охраняемый поселок соседи то есть как бы все было плюс-минус нормально но то есть если бы там был какой-то притон или там они бы кого-то разводили еще что-то то нам бы соседи сообщили просто просто вот такая вот конченная семья просто такая семья которая вот так вот ухаживала на всеми конечно я вызывала я четыре раза вызывала три раза три раза я вызывала полицию и один раз вызывали они чтобы забрать свои вещи но хер им там вот итак первый раз я вызвала полицию сказала что люди незаконно проживают в моем доме да уже не имея на то основание потому что по договор они должны были заплатить еще 25 августа а вот сегодня уже октябрь второй раз я вызывала полицию потому что как к ним пришли мои друзья вот чтобы как бы узнать там как что и они напали на моих друзей вот они избили моих друзей мы еще раз вызывали полицию третий раз я уже вызывала по поводу того что жестокое обращение с животными я тоже писала заявление вызывала полицию по кошке всем вот честно все решается только без ну только посуду вот поэтому мы наняли хорошего адвоката и решаем сейчас все это с адвокатом суды и вот это все так спасибо за комплименты да я сейчас живу в германии уже полгода